здравствуйте дорогие друзья наша камера показывает прекрасный июньский закат я сегодня хочу рассказать как и по какому принципу я ставлю фото ловушки потому что часто об этом просят зрителя вот показываю местность это лесное болотце протяженное вот и значит в этом месте тропа звериная пересекает это болото а другая тропа вдоль проходит и вот я на этой маленькой березке рядом с толстым деревом где много следов особенно много вот в этом месте вот поставил фотоловушку закрепил вот она поставил достаточно высоко чтобы обзор был большой а край леса вот нескольких десятков метров и так вот ракурс фото ловушки вот идет косулька это самец совсем молодой пацан второгодний второгодок шильник у него только первые рожки появились совсем совсем молоденький почему выбрал именно это место значит еще раз вот та тропа по которой сейчас идет косуля она пересекает болото вот видите косули сейчас в низине находятся и даже вот те два дерева которые слева они уже внизу дерево на котором закреплена фотоловушка наверху вот там куда косули вот мальчик самец косули куда вышел козлик там тропа раздваивается одна идет даже расстраивается одна идет налево вдоль болота вторая уходит перпендикулярно болоту и третья вдоль болота идет правую сторону вдоль толстую деревьев также видна тропа по нашему коренному берегу вот выше деревьев здесь вот кусочек этой тропы вот так что в общем то охват у камера с верхней точки большой в это место я привязал фотоловушку первый раз почему высоко хочется максимум увидеть что здесь ходит если пойдет какой-нибудь редкий зверь волк или рысь хочется его поймать в камеру вот именно чтобы был максимальный обзор максимальный охват выбрана такая верхняя точка сейчас мы в общем то увидим и достоинство и недостатки такого способа закрепления фотоловушки верхнего ну в общем для фиксации животных это неплохой способ но косульку вы видели наверно других роликах можно гораздо интереснее показывать вот козлик побежал убежал от кадра смотрим что дальше а вот появились свинки на кабанчики здесь на нашей стране вот левый кабанчик еще высоко на высоком берегу до кабанятки бегают маленькие полосатенькие вот правый взрослый кабанчик ну это все самки вот правый уже там внизу на болоте уже грязь болотная под ногами да и там же кабаненок маленький бегает видим в левом углу кадра кабанчиков маленьких да и видим спинку взрослых кабанок то есть в общем то мы видим что они здесь но красиво рассмотреть их не можем а в прошлых роликах вот например ролик как идеально по подсказке будет как идеально кабан позирует это с нижней точкой и вот я считаю что если бы вот здесь вот фото ловушка стояла где крестиком показано мы бы снизу вверх на этих кабанов смотрели и на больших и на маленьких и получали бы сейчас эстетическое удовольствие даже несмотря на то что не совсем светлое время суток видите но еще не ночь но вот этот свет очень красивый когда фото ловушка только в черно-белый режим переходит но еще достаточно светлое вот видите кабан выходит из-за камеры но у нас слишком высоко она стоит а вот другой вот видите ушки видны то есть кабанчик нюхает фото ловушка я когда выбирал это место я здесь непосредственно вот под этими деревьями увидел кучу звериных следов чем я никого сюда не приманил специально никаких не солонцов ничего не делал раньше здесь не солонцов ничего не было вот смотрите кабанчик бежит еще с того берега да не с того берега а с нижнего а по тому берегу взрослый кабан появляется и там будет еще выводы то есть такое впечатление что здесь два выводка вот две стоят две семьи кабаник идут а каждая кабанья семья это самка мать это несколько теток ее возраста примерно крупных свиней и бывают еще несколько подсвинков второгодков да они другого цвета то есть взрослые кабаны черные подсвинки более коричневые мельче вот и видите по тому берегу канала тоже пошел кабан взрослая кабаниха да и бегут кабанятки за ним много большой выводок ну вот если бы у нас в нижней точке сейчас стояла камера мы бы их не охватили а так мы все поймали теперь наступает ночь приходят олени у оленей уже в июне отросли рожки до в апреле олени рожки сбрасывают в мае начинают отращивать вот смотрите пришел тоже с какой стороны откуда пришел мы это зафиксировали вот но здесь вот олень попозировал прямо перед камерой уже только спинка от него была видна он где-то рядом пасется но олени по одному не ходят и сейчас кто-то пойдет следом с той стороны фото ловушку нас работает и днем и ночью опять же пойдут звери слева пойдут звери справа пойдут из-за болота пойдут из-за фотоловушки мы их всех увидим и вот посмотрите первый олень был молодой а второй вот насколько рога больше да мы видим что это взрослый олень красивый еще рога не до конца отросли и еще не покрыто панцирем а это вот такой нежданчик для зрителей молодой олень сам себя напугал но обратите внимание взрослый более старший олень просто спокойно повел головой не испугался не прыгал не дергался и теперь еще раз смотрите чтобы красиво получилось надо зверей фотографировать с высоты их роста а здесь мы даже олени благородно на них на олене мы смотрим сверху вниз на вот сейчас вот видно большой олень поднимается вот из болота на коренной берег у него передние лапы на коренном берегу уже стоят он поднялся и вот он сейчас совсем перед камерой вот что-то их сюда влечет именно что-то природный интерес какое-то маркировочное дерево вот все звери сюда приходят почему-то хотя еще раз говорю я их сюда не приманивал целенаправленно и вот если бы у нас фото ловушка стояла еще раз покажу вот на том дереве мы бы сейчас снизу вверх любовались этими оленями и видели бы и молодого и старого и вот эту сцену как молодой побежал испугался а старый остался спокоен вот мы бы видели с красивого ракурса а так мы сейчас наблюдаем оленя сверху опять же видим только спину ракурс неестественный то есть с точки зрения зафиксировать максимум зверей я ловушку первую установку сделал правильно наверное чтобы увидеть максимум что здесь ходит но эстетику какую-то снять но ничего хорошего не снимешь видите и вот дальше еще один олень идет видите справа глаза появились в общем-то он оленя по одному не ходит можно смотреть до бесконечности но пора переставлять фото ловушку да появился я в кадре пришел переставить фото ловушку и теперь она на новом месте стоит я свое дело сделал и покидаю место съемок а мы смотрим кто попадется и видим бежит белочка вот на то самое толстое дерево которому все звери стремятся а фото ловушку нас стояла первый раз вот здесь вот смотрите белочка по дерево полазила спрыгнула побежала вправо там виден вот просвет за лесом это поле вот косулька прошла опять тот же по моему молодой козлик шильник прошел но вот он здесь красивый ракурс не попался а вот смотрим олень да вот сейчас олень идет другой тропой по моему как раз тот молодой первый который сам себя напугал в прошлой сцене или такого же возраста смотрите если у нас ловушка стояла вот здесь вот как первый раз да мы тоже либо увидели его спинку когда он голову опускает вот в таком ракурсе мы видели только его спину и все либо когда он голову поднимает крупным планом видели врага и все и больше ничего это все еще пересвечено было а так мы наблюдаем поведение животного целиком то есть с точки зрения эстетики с точки зрения вот наблюдения за каким-то вот медленным поведением животного видите что-то их сюда привлекает вот мне кажется большое дерево маркировочное мы уже видели под ним были кабаны одна группа оленей вот еще олень пришел белочка на это же дерево забежала но от косулька только вот неудачно прошел к другой тропой до неудачно с точки зрения эстетики посмотрите этого оленя мы уже внимательно хорошо рассматриваем да еще раз с той точки съемки мы бы видели сейчас только спину если у нас осталось на том дереве фотоловушка а мы сюда переставили в нижнюю точку пару папоротников я только оторвал чтобы они не закрывали фотоловушку так в принципе я стараюсь там не ветки не трогать не траву не примет ничего вот но здесь уж больно место хорошее в общем то вот со второй фото со второй установки фотоловушки уже можно делать художественную съемку тут в светлое время суток тут можно и красиво снять для какого-то хорошего фильма вот первый раз мы я посмотрел показал вам откуда звери ходят да посмотрел сам когда проверил фото ловушку откуда кто приходил сделал коррекцию переставил на то дерево которое будет показывать место наиболее частого появления зверей вот там где сейчас олень стоит там же вот эти кабанчики паслись и шли вот вправо по кадру да вот эта стая бы сейчас очень красиво смотрелась ну а в конце концов пришла лосиха с лосенком но про них мы уже сделали отдельный ролик кто не смотрел переходите срочно по ссылке в конечной заставке смотрите наслаждайтесь друзья берегите природу и до встречи в реальном мире